Вряд ли у кого-то повернется язык сказать, что жанр стелс-экшена слишком редкий и непопулярный. Hitman, Assassin's Creed, Metal Gear Solid, возможно еще не выкинутый из памяти олдскульщиков Splinter Cell, Dishonored и легендарный Thief. Ну и на самом деле куча других проектов менее высокого класса, но тоже часто мелькающих на компьютерах игроков. В общем, различные игры с различными наклонностями, с различными уровнями проработки. И все это создает целый такой поджанр стелс-экшена, ну или игр, в которых нам надо скрываться от наших противников. Впрочем, надо отметить, что само собой уровень этой самой скрытности во многих играх разный. Тот же Assassin's Creed в последних своих частях по большей части очень сильно потерял в стелсе и стал типичным таким экшеном, в котором тебе просто нужно бегать, прыгать, сражаться с противниками и таким образом проходить далеко не самую короткую кампанию. Тем не менее, выходят и классические стелс-игры без аванпостов и джиггернаутов с упором именно что в скрытое прохождение. И одним из таких примеров является вторая часть Орагами от Lensworks, о которой я как раз и хочу вам сегодня рассказать. Итак, усаживайтесь поудобнее, у нас очередной проект на ознакомление. Первая часть диалогии вышла еще в 2016 году, обладала довольно своеобразной графикой и повествовала нам о мифическом существе, который выполняет задания призвавшей его девушки. Игра в целом была благоприятно принята общественностью, не получила какой-то особенной популярности, но тем не менее, дала ее разработчикам основания считать, что стоит заняться второй частью, которая как раз нам и поступила. Сихвилл еще больше раскрывает нам лор местного мира и суть нашего персонажа, который оказывается отнюдь не одиночкой, и у него есть целый клан, который занимается теми же вещами и обладает теми же способностями, и теперь нам надо выполнять задания во благо этого клана. По сути, весь сюжет строится на том, что мы берем некие задания, частично разрозненные, частично объединенные общим сюжетом, бегаем по отдельным картам миссии, выполняем их, идем дальше. Классической сквозной истории здесь нет, есть только отдельные небольшие косценки, отдельные зарисовки, и в принципе рассчитывать на именно сюжетную часть врагами не стоит. То есть по факту, если выкинуть из данного проекта весь лор, всю историю, то эта игрушка не потеряет чего-то прям совсем уж незаменимого. Вы все так же будете играть, только может быть чуть с меньшим интересом. А вот что, само собой, несомненно, в этой игре важно, так это сам стелс. И тут как раз таки и кроется первый подводный камень данной игры, который нужно, несомненно, раскрыть. Как я уже сказал, весь игровой процесс строится на том, что мы проходим набор определенных миссий. Зашли на одну карту у нас одна задача, зашли на другую другая, и, соответственно, в каждой из миссий нам нужно чего-то там добиться. Например, убить кого-нибудь, спасти и так далее. В целом, какого-то особенного разнообразия в этом плане нет. Нет здесь и каких-то сюжетных моментов, а поэтому миссии в целом линейны, и их суть, их содержание зависит целиком от того, как вы их будете проходить. В отличие от первой части в сиквеле, у нас есть возможность посражаться. Здесь даже присутствует какая-никакая боевка, но все-таки самая мякотка, самый смак заключается именно в стелсе. И он здесь основывается на том, что мы скрываемся от противников, бьем их из-за укрытия и стараемся себя не спалить. В силу этого общая концепция заключается в том, что мы должны детально рассматривать противников, понимать, кто куда ходит, кто куда смотрит, в какой момент нужно атаковать и спрятать тело, ну, в общем, не спалиться. Поэтому я, собственно, и сказал, что рогами это какой-то классический стелс-экшен, в котором у нас присутствует вдумчивый игру процесса, где ОЛО-ЛО забег ни к чему хорошему не приведет. И все было бы хорошо, если бы разработчики проработали стелс на полную, но, к сожалению, они этого не сделали. У нас присутствуют крайне тупые противники с банальной шкалой наполнения подозрительности. Они не запоминают, кто где стоял, и если их соратник, буквально 10 минут стоящий рядом с ними, исчезнет, они вообще никак не напрягутся. Они традиционно плохо видят, плохо слышат, обладают совершенно простейшими маршрутами, зад-вперед, лево-вправо, и ходят по одним и тем же дорожкам, тупейшим образом ведутся на приманке, ну, в общем, обладают классическим набором болванчиков для максимально эффективного стелса. То есть мы подманиваем кого-нибудь, атакуем, дальше мы можем его либо убить, либо оглушить, свалить тело в кусты, там же в этих кустах спрятаться, дальше пойти залезть куда-нибудь на крышу оттуда, спырзнуть никого-нибудь, тоже оглушить или убить. Ну и так вот, по факту, можно чуть ли не всю карту зачистить, не столкнувшись с какими-то особенными проблемами. Все, что в данной ситуации могут сделать разработчики, это наставить побольше противников, побольше патрулей, всяких там следящих с вышек, и стоящих максимально плотно. Вот, в общем-то, и вся идея с точки зрения искусственного интеллекта. Мы же, в свою очередь, имеем богатый арсенал, который можем прокачивать, и если поначалу можем только прятаться и прыгать с помощью специальной силы на различные уступы, то потом у нас появляются и всякие теневые бомбы, различные инструменты для отличения противников, и много чего другого. Вот у нас и всякие расходники, лечилки, сюрикены и прочие элементы. Их можно покупать на хаве между миссиями и, соответственно, использовать в рамках сражения. Но так как противники тебе каких-то особенных проблем не создают, тебе нет какой-то необходимости все это дело прокачивать в принципе. Ты можешь с базовым функционалом проходить каждую миссию и не получишь такой ситуации, когда без прокачки ты дальше не пройдешь. То есть игропроцесс, он линейен, он примитивен, и, по сути, если в нескольких первых миссиях тебе эта игра не понравилась, ты можешь быть уверен, что дальше она тебе тоже не понравится, потому что рогами в этом плане меняться не собирается. Да, конечно, тут могут меняться декорации, появляются новые противники, даже босса есть. Некоторые внешние условия все-таки немножечко модифицируются, но в целом игрушка очень однообразная, и это очень серьезно убивает ее, потому что на самом деле однообразие в рамках именно стелс-экшена это очень большая проблема. Вообще, на самом деле, с точки зрения именно что игрового процесса, спасает эту игру только одна деталь, а именно что паркур. То есть мы можем лазить по различным крышам, по заборам, с помощью специального умения запрыгивать телепортом на отдаленные точки и таким образом проникать к цели, даже ни с кем не контактируя. Впрочем, с другой стороны, если вам прямо вот надоест совсем чисто стелсить, то вы можете попробовать постражаться. Боевка здесь, как я уже сказал, сделала шаг вперед по сравнению с первой части. Здесь есть всякие парирования, стамины и прочие элементы, которые делают боевку, с одной стороны, все-таки располагающей именно к дуэлям, потому что если ты столкнешься одновременно с несколькими противниками, то они, скорее всего, тебя уделают, а с другой стороны, ну, хоть немножечко оживляющий игровой процесс. Но при этом с Диким Рашем бегать и защищать локацию тебе все равно не получится. Нужно в любом случае выискивать небольшие группки или вообще одиночек, с которыми можно и нужно расправляться и идти таким образом дальше. Правда, с учетом того, что сам по себе игровой процесс не заточен по какие-то масштабные битвы, здесь нет элементов, которые позволят тебе развернуться именно как воин, в этом плане получается, что игрушка совершенно неполноценна и по части боевки, потому что здесь она попросту не раскрывается. Ты проходишь миссию ровно таким же образом, только не скрываешься, а больше сражаешься. Ну, или, соответственно, меньше сражаешься, больше скрываешься. Вот и вся. Ну, а потом возвращаться в хаб, прокачивать персонажа, покупать новую экипировку, брать новые миссии и дальше вперед. В этом плане, еще раз повторюсь, игрушка никаких особенных тебе сюрпризов не преподносит. Игрушка линейная, игрушка банальнейшая совершенно в плане такого прохождения. И каким-то образом, извините, игропроцесс можно, только поиграв в мультиплеере. Да, он здесь присутствует, он именно что, кооперативный, то есть ты набираешь команду каких-то друзей или просто ранов, если такие найдутся, и с ними также проходишь миссии. В этом плане здесь получается примерно тот же игропроцесс, только здесь уже можно действовать командно, устранять две цели одновременно, например, или же, например, сражаться, помогая друг другу. Ну, или, допустим, если команда плохая, то, наоборот, мешать друг другу. Геймплей, как оно в таких ситуациях и вводится, становится более динамичным, уже немножко поинтереснее становится играть, потому что есть все-таки какая-то динамика и есть некий элемент неожиданности, потому что, понятное дело, когда ты играешь с живыми людьми, ты не всегда знаешь, что твой союзник может сделать в конкретный данный момент времени. Это как раз главное отличие от игры чисто с ИИ, потому что ИИ всегда предсказуем, всегда ты примерно понимаешь, что сейчас произойдет, и это делает игру довольно скучной в общих масштабах. И что самое главное, а Рогами 2 не особенно может тебе что-то еще предложить. Довольно средняя графика, отсутствие какого-то особенного челленджа и дополнительных вариантов игры, то есть нет никаких режимов, кроме тех, что ты встречаешь в рамках кампании. Стилистика и общий сентинг сначала радуют, но потом ты к ним привыкаешь, и они перестают тебе доверить какие-то положительные эмоции. А новые механики целиком и полностью прокачаны, исключительно к твоей прокачке, которая является, повторюсь, факультативной, а поэтому разработчики сделали так, чтобы игрушка вообще не привязывалась к твоей прокачке, и ни наоборот не получилось так, чтобы у тебя чего-то нет для дальнейшего прохождения, и ты, дескать, откатываешь назад хаб и пытаешься как-то свой билд перестроить. Нет, они сделали максимально все просто, чтобы таких ситуаций не возникало, чтобы ты даже без прокачки мог все пройти и не испытывать никаких сложностей. В итоге все приходит к тому, что классическая схема, которую я вам описал ранее, то есть когда ты выжидаешь противников, смотришь, как они куда входят, пытаешься составить план, все это дело не работает, просто потому что и так все просто, ты просто можешь накидываться на отдельных врагов, скидывать их в кусты и идти дальше. Никаких особенных требований для твоего скилла, для твоего навыка здесь не присутствует. Максимально простая, максимально примитивная игрушка, которая на два часа, наверное, вас зацепит, а потом вы, скорее всего, от нее откажетесь, потому что ничего больше здесь и нет. И, пожалуй, наверное, даже в силу этого, 619 рублей, которые просят за нее в стиме, пускай это не самые большие деньги, она, наверное, даже их не отбивает. И максимум, на что она способна, это поставить ее в Xbox Game Pass, там чуть-чуть побегать, может быть, даже в кооперативе все том же, ну и ударить, потому что приватных эмоций ты вряд ли от нее испытаешь. Ну только если ты не совсем огромный фанат стелса, ниндзи и прочих атрибутов, которые в этой гепе присутствуют, тогда, может быть, что-то тебя и зацепит. Ну, по крайней мере, вот мне так кажется, это мое мнение, оно, может быть, отличаться от вашего, но мне почему-то кажется, что, собственно, оно совершенно недалеко от истины. Ну а с вами был Ванок, спасибо за просмотры видео, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, и всем удачи! Спасибо за просмотр!